Привет всем, с вами Антон, канал Workout фитнес городских улиц и сегодня очередной выпуск видеоблога. В последнее время на сайте я стал получать все больше сообщений с просьбой оценить программу тренировок ту или иную или сказать правильно ли человек занимается сейчас или нужно что-то изменить, чтобы научиться там больше подтягиваться или научиться делать какой-то элемент. Поскольку я в принципе не занимаюсь персональными консультациями, то я решил записать видео, в котором дам однозначный ответ, как вам оценить свою программу тренировок и как понять, работает ли она или нужно что-то в ней изменить. Честно говоря, когда мы на менеджменте проходили всевозможные консалтинговые матрицы для оценки тех или иных вещей, я никогда не мог подумать, что в какой-то момент придумаю свою матрицу. Потому что казалось, что все это настолько просто и понятно, что здесь даже придумать нечего. Но тем не менее, тот инструмент, с которым я хочу вас сегодня познакомить, это именно матрица. Можете назвать ее матрица Кучумова, если хотите. И суть ее в том, что мы рисуем две оси. На одной оси будет ваш прогресс, то есть вертикальная ось ваш прогресс. Горизонтальная ось это травмы, то есть либо у вас есть травмы, либо нет. Соответственно и прогресс у вас точно так же. Либо он есть, либо его нет. Дальше все очень просто. Начнем с первого квадрата. Самый крутой квадрат, когда у вас есть прогресс и нет травм. Это показатель того, что вы делаете все абсолютно правильно. И нужно продолжать двигаться именно в том же самом ключе. Скорость прогресса это уже другой вопрос на самом деле. И это все зависит от вас. То есть если у вас нет каких-то четких границ, четких сроков, четких дат, в которые вам нужно уложиться, а вы просто занимаетесь для себя, развиваетесь, набираете уровень. То есть у вас есть прогресс и нет травм, ничего не нужно менять. Просто продолжайте тренироваться, делайте все то, что вы уже сейчас делаете. И вас ждет успех. Движемся во второй квадрат, когда у вас нет прогресса и нет травм. В принципе, наверное, надо что-то изменить в программе, потому что вы, скорее всего, недостаточно тренируетесь. То есть ваши тренировки, они уже не соответствуют вашему уровню подготовки. И нужно что-то изменить, добавить больше нагрузки, поменять упражнения. Не знаю, вариантов очень и очень много. Но суть в том, что корректировки надо вносить в программу. Потому что если вы их не внесете, то вот как у вас есть плата, и вот ничего не меняется в течение времени, так оно дальше и будет. Просто потому что у вашего организма нету причин для адаптации, нет причин для изменений. Но это не самый, на самом деле, плохой квадрат, потому что хотя бы у вас нет травм, да? И это здорово. Поэтому движемся теперь в плохие квадраты. Я называю эти квадраты плохими, потому что оцениваю их с точки зрения здоровья. А для здоровья травмы это плохо. И первый квадрат это когда у вас есть травмы, но есть прогресс, да? Вот он вот здесь находится. Что в нем плохого? С одной стороны, да, вы прогрессируете, ваш уровень растет, и это хорошо. С другой стороны, вы даете чрезмерную нагрузку, ваш организм не успевает адаптироваться. Или вы делаете какие-то опасные вещи на тренировке, которые приводят к травмам. Любая травма отбрасывает вас назад. Чем больше у вас накапливается травм, тем больше вас будет отбрасывать назад. Тем сильнее вас будет отбрасывать назад. И это можно посмотреть на примере огромного количества людей. Все те, кто пытаются, набрав скорость, мчаться на всех парах, и не обращают внимания на те сигналы, которые им подает организм, в конечном итоге получают такие травмы, что либо вообще бросают тренировки, просто потому что не могут дальше тренироваться, либо выбывают из тренировочного процесса на месяцы, чтобы восстановиться. И это на самом деле глупо, потому что если бы они двигались более постепенно, более медленно, они были бы в той же самой точке, может быть, чуть позже, но они были бы здоровы. А здоровье – это самое главное, когда речь идет о тренировках для себя, для саморазвития. Поэтому, если вы видите, что у вас есть прогресс, но в то же время какие-то травмы вас просто преследуют, вам нужно что-то изменить в тренировочном процессе. Как я уже сказал, скорее всего, вы даете слишком большую нагрузку, и недостаточно отдыхаете, недостаточно восстанавливаетесь. Обратите внимание на этот момент, переоцените то, что вы делаете, и лучше снизить нагрузку, но избавиться от травм. Как я уже говорил в одном из своих видео, если у вас есть какая-то травма, то не нужно тренироваться. Лучше полностью восстановиться, залечиться от нее и вернуться к тренировкам. Просто потому, что когда ваш организм травмирован, он не может действовать опционально. То есть он будет менять моторику движений, наносить какие-то корректировки, пускай даже неосознанно, но просто чтобы уберечь какие-то травмированные свои участки от нагрузки. А это все будет влиять на другие вещи. Поэтому, если травмировались, то отдыхайте. Ну и мы переходим в самый плохой квадрат, наверное. Хуже этого уже просто ничего не может быть. Итак, четвертый квадрат. Характеризуется он тем, что у вас есть травмы и нет прогресса. Уже на этом моменте, на самом деле, надо понимать, что вы что-то делаете не так, потому что вы не прогрессируете и вы постоянно травмируетесь. Это говорит о том, что подобранная нагрузка, подробная программа тренировок, она абсолютно вообще не соответствует вашему уровню подготовки. Вот просто, насколько это возможно, не соответствует, но только она не соответствует. И чем сильнее травмы, которые вы получаете, тем больше она не соответствует. Это очень часто можно видеть, когда начинающие, они посмотрели ролики в интернете, вдохновились примером, не знаю, мастеров, которые тренируются уже лет по 5-10, и решают повторить то, что они увидели, решают повторить эти программы тренировок. Еще этим грешат те, кто читает фитнес-журналы. И ведь программа тренировок чемпионов, и, блин, которые там, не знаю, на стероидах сидят. И пытаются это повторить, даже не имея просто не то, что фармподдержки, не имея даже такого опыта тренировочного за спиной. Вот зачем так делать, не очень понятно. Но суть в том, что если вы выбираете нагрузку не под себя, у вас будут травмы. В лучшем случае, в лучшем случае вы попадете в квадрат, где у вас будет прогресс и травмы. Но это прям, если вам повезет, и звезды сойдутся. Но в большинстве случаев у вас просто будут травмы. И все это связано с тем, что вы пытаетесь, не знаю, как бы это сказать, пытаетесь запрыгнуть на ступеньки выше. Вот смотрите, вот если у вас есть лестница, и вы находитесь в самом низу, и вам нужно делать шаг на первую ступеньку, а вы пытаетесь сразу на третью или на пятую там запрыгнуть, в зависимости от того, насколько вам быстро хочется получить результат. Нельзя так делать. Только постепенная работа над собой, только переход плавно от ступеньки к ступеньке, с первой на вторую, на третью, на четвертую, на пятую. И у вас это займет время, и из этого никуда не деться. Нельзя найти какой-то короткий путь, который бы привел вас к вершине. Так это не работает. Только регулярные тренировки, постоянный, постепенный прогресс, и это именно то, что даст вам результат. В общем, вот такие вот дела, ребят. Поэтому в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, насколько хороша ваша программа тренировок, насколько правильно то, что вы делаете, вы должны оценить ее по двум параметрам. По прогрессу, есть у вас прогресс, нет у вас прогресса. И по травмам, есть у вас травмы или у вас нет травм. Если у вас есть прогресс и нет травм, то вы все делаете абсолютно правильно и продолжаете двигаться в том же самом ключе. В конце концов вы придете, если ничего не будете менять, к уровню, когда у вас не будет травмы, не будет прогресса И это значит, что надо что-то менять в программе, надо носить какие-то корректировки Чтобы снова стало тяжело и интересно, и снова у организма появился стимул к изменению и росту На этом все на сегодня, с вами был Антон Кучумов, до встречи в следующих видео, пока! Спасибо за просмотр, и если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Потому что впереди вас ждет еще очень много интересных тем